Всем привет! Меня зовут Айси Лу. Это канал ЮниРус, канал, где вы изучаете русский язык. Hi everyone! My name is Aysi Lo and this is the channel ЮниРус, the channel where you study Russian language. Сегодня мы изучаем с вами конструкцию, который в разных падежах, in different cases, and declension of this word. As usual, you can check in the description box the link to the website and do these exercises with me. Don't forget to put likes, to subscribe to my channel and write me a comment. I will be very happy. Спасибо! Давайте посмотрим на задание 1. Как обычно, слушаем аудио. И давайте закончим этот диалог. Слушаем. А вот еще хороший вариант. Многие туристы, которые были там, говорили, что им понравился и отель, и море, и сервис. Это дорого. Для семьи, в которых 5 человек, это очень дорого. Ну, согласен. А вот еще вариант. Отель, который вы видите на фото, новый, ему только 2 года. Да, но кроме отеля я не вижу ничего. Нет моря, нет магазинов. Ну, это не центр города, но это очень дешево. Давайте еще посмотрим. Вот еще вариант. Этот отель находится рядом с отелем, который вам понравился, но стоит он не так дорого, и море, о котором вы мечтаете, совсем рядом. Мне нравится этот вариант. Я хочу заказать этот тур на 2 недели и на 5 человек. Отлично. Итак, и еще я должен вам сказать, что есть документы, без которых вы не можете лететь. Это паспорт, виза, вот номера телефонов, по которым вы можете звонить в экстренных ситуациях, вот каталог ресторанов, в которых не очень дорого, вот список экскурсий, на которые обычно едут туристы, а вот это цена, за которую вы можете купить этот тур, а вот скидка, которую мы можем вам дать, если вы купите тур сейчас. Спасибо, я буду платить сейчас. Вы кредитки принимаете? Да, конечно. Отлично. Если вы хотите, вы можете слушать аудио еще один раз. Вы видите диалог клиента и турагента, и это очень интересный, очень полезный диалог. Есть интересные фразы, и вы ставили the word, который in different cases. И что здесь интересного в этом диалоге, например, ну согласен, ну это как well, согласен, I agree. А вот еще вариант, here is more variant. Что еще интересного, the word совсем, совсем means like tall, quiet, this stuff. We have this phrase, в экстренных ситуациях, in emergency situation, в экстренных ситуациях. Pay attention how we ask, like, do you take, do you accept the credit cards? We can ask, вы кредитки принимаете? Or you can change, вы принимаете кредитки? It's also a good option. Отлично. Давайте посмотрим на задание два. Здесь вы видите цепочки, цепочки. We need to break them. Мы кликаем, и мы видим. Смотрите, этот дом, этот дом построил Джек. Это дом, который построил Джек. So we mix two sentences in one. Это девушка, которая мне нравится. Это девушка, которая мне нравится. Это море, оно находится на юге России. Это море, которое находится на юге России. Это друзья, они работают со мной. Это друзья, которые работают со мной. So I think you understand what it is, который, which is in English, which, but as you can see, it's different. It has different forms. And I think you guessed why. Дом, который, девушка, которая, море, которые, друзья, которые. You can see that it depends on the gender of the main word. So, as you can see, it's like the form of который, which has adjective form. So this is actually an adjective. And as all adjectives, we change according to the case. And the endings of these adjectives are the same like endings of adjectives in different cases. We have seen with you номинатив. КОТОРЫЙ, КОТОРАЯ, КОТОРАЯ, КОТОРЫЕ. In genitive, if you remember, the ending will be КОТОРОВА ОН, ОНО КОТОРОВА, ОНА КОТОРЫЙ, ОНИ КОТОРЫХ. So practically, the same endings as adjectives in genitive. And don't forget that we have these КОТОРЫЙ, for example, in genitive case. And we can use them with prepositions before. Например, ДОМ, У КОТОРОГО Я СТОЮ. The house close to which I'm standing. Или ДОМ, У КОТОРОГО НЕТ ГАРАЖА. Например. So we use prepositions as usual. Датив. КОТОРОМУ, КОТОРОМУ, КОТОРЫЙ, КОТОРЫМ. АКУЗАТИВ. Here we have division into animate and inanimate. Let's look first. Inanimate, which is the easiest one. КОТОРЫЙ, КОТОРУЮ, КОТОРЫЕ. And neutral would be КОТОРОЕ, like the same as for animate. And animate, you remember, acquisitive, animate, we use genitive. КОТОРОВА, КОТОРОЕ, КОТОРУЮ, КОТОРЫХ. As you remember, in acquisitive, we have division into inanimate and animate. When we speak about masculine and when we speak about plural forms. So, let's take, for example, inanimate nouns in acquisitive. That will be КОТОРЫЙ, masculine. Neutral, КОТОРОЕ, feminine, КОТОРУЮ, like normal acquisitive, feminine. And plural, КОТОРОЕ, acquisitive, inanimate, неодушевленное. Animate will be КОТОРОВА, masculine. КОТОРОЯ, КОТОРУЮ, the same in acquisitive, animate. КОТОРЫХ, acquisitive, animate, plural, which is genitive. If you don't know, check the video about acquisitive that I did and that can help you. Instrumental, КОТОРЫМ, КОТОРЫМ, КОТОРЫЙ, КОТОРЫМИ. Препозитив, КОТОРОМ, КОТОРЫЙ, КОТОРЫХ. И так далее. Last time, you can see that the feminine adjectives and КОТОРЫЙ almost in all cases will be OI. In genitive, in deative, in instrumental and in prepositional. Only acquisitive and native, конечно, have their special endings. Окей, отлично. Давайте посмотрим. Задание. Задание 3. Давайте напишем правильное окончание. У нас есть примеры. Примеры. Это мой брат. Я звоню моему брату. Это мой брат, которому я звоню. So to use this, you need to know well the Russian cases and their functions. You should know that after the word звонить, we use КОМУ, which is a native case. That's why the construction КОТОРЫЙ we put in native case. КОТОРОМУ. Номер два. Это моя сестра. С моей сестрой я иду в кино. Это моя сестра, с которой я иду в кино. What we have here? С моей сестрой. С плюс instrumental case. That's why. Это моя сестра. С. We should always use preposition when we need it. And then we put it in instrumental feminine. КОТОРЫЙ. С КОТОРЫЙ. Это мои коллеги. У моих коллег много работы. And now you know U plus genitive. That's why. Это мои коллеги, у которых много работы. Давайте посмотрим. As usual, if you want, you can stop, do this, and then check it with me. Это наш кот. Без нашего кота мы не можем жить. So this is our cat. Without our cat, we can't live. Это наш кот без. And you remember, after без, we always use genitive. КОТОРОГО мы не можем жить. Это твои дети. Ты всегда говоришь о твоих детях. Так. Говорить О плюс препозитив. Это твои дети. Препозитив ПЛЮРАЛ. О КОТОРЫХ ты всегда говоришь. Номер два. Это ваша жена. Вы очень любите вашу жену. Любите кого? Аккузатив animate or feminine. Это ваша жена, которую вы очень любите. Феминин, аккузатив, animate and inanimate are the same. Это их семья. Их семья живёт в Лондоне. Живёт где? В Лондоне. Препозитив. Это их семья, которая живёт в Лондоне. Here we have the family which lives. So here it's семья, the subject. That's why it remains in the nominative case. The same. Это моя фирма. На этой фирме я работаю. Это моя фирма. Работаю где? На которой я работаю. Препозитив. Это твоё вино. Оно очень дорого стоит. Это твоё вино. Вино. Neutral. Which. Cost. You can see here subject with the verb. Predicate. Это вино, которое очень дорого стоит. Четыре. Четыре. Это известный русский писатель. Этот писатель жил двести лет. Это очень известный русский писатель. Он, который жил двести лет назад. Это его девушка. С его девушкой я познакомился вчера. С. Это девушка с. Instrumental. С которой я познакомился вчера. И номер пять. Это её клиент. У её клиента большие проблемы. Это её клиент. Дженитив. Masculine. У которого большие проблемы. Это моя страна. Я люблю мою страну. Это моя страна. I love what. Аккузатив. Страна feminine. Которую. Окей? Pay attention here. It's acquisitive, not nominative. Отлично. Супер. Давайте посмотрим задание четыре. Тоже правильный вариант. Это мои деньги. Они, которые я заработал. Сам заработал. Which I earn myself. У меня нет друга. I don't have a friend who speaks well in Russian. Друг он. У меня нет друга, который хорошо говорит по-русски. Я не знаю девушку, которую видел вчера вечером в театре. Видел кого? Аккузатив. Она. Мартин хочет познакомиться с человеком. У плюс джентив. Которого такое же хобби, как и у него. Такое же, the same hobby, as he has. Это документы без джентитив. Питер не может работать. Документы они, без которых Питер не может работать. Это море поедет куда? На которое Ольга поедет летом. Дитер не любит людей? Хм, людей они, которые говорят неправду. Мария живет в доме около чего? Около которого, джентитив, которого красивый парк. Торт, which we bought, да, он, который мы вчера купили, очень вкусный. Он говорил с клиентом, у которого сейчас большие проблемы. Отлично. Супер. As you can see, you need to know really well Russian cases. Давайте посмотрим задание пять. У нас тоже аналогичное задание. Это известная картина О, препозитив, феминин, картина, о которой. Все говорят. Бабушка читала журнал в препозитив, журнал он, в котором много рецептов. В котором. Это наши друзья с instrumental, plural, с которыми мы идем в музей. Где твоя девушка с instrumental, да, с которой ты хотел меня познакомить? Родион купил новую куртку в доме, рядом с гейн инструментом, он, потому что дом, с которым он жил раньше. Я не люблю директора. I don't like the director. I have to write the report to whom? To my director. Датив. Которому. Окей. Жена идет к мужу. Она купила подарок. Она купила подарок кому? Мужу. Да, датив. Которому. Преподаватель очень любит студентов с... Студент, plural, с которыми он работает. Студенты. Лена не может смотреть фильмы в... Много убийств. Убийств где? В... В фильмах, да, припозитив. В которых много-много убийств. In which there are a lot of murders. Мама думает о детях, к которым она сейчас идет... Датив. Отлично. Давайте посмотрим задание 6. У нас есть стихотворение. Стихотворение – это поэм. Давайте слушать и закончим эти предложения. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А это корова безрогая, легнувшая старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А это старушка, седая и строгая, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А это ленивый и толстый пастух, который бронится с коровницей строгою, которая дует корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто Отлично. Это очень интересное стихотворение. Очень интересное стихотворение, которое вы можете узнать с сердцем, если вы хотите. Почему не? Вы можете улучшить свои навыки в pronunciе и вспомнить все вариантов КОТОРЫЙ. Я думаю, это будет хорошая идея. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темноте. А это веселая птица-синица. Птица-синица. This is the kind of bird which is very popular in Russia. In English it gives me tit. I don't know if it's correct. А это веселая птица-синица. Она, которая часто ворует пшеницу. Пшеница. КОТОРАЯ в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. You can see how interesting this poem is built. Now, вот кот КОТОРЫЙ ПУГАЕТ И ЛОВИТ СИНИЦО. So, here is the cat that makes it terrifying and catches this. СИНИЦО. 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 КОТОРАЯ ЧАСТО ВОРУЕТ ПШЕНИЦО. СИНИЦО. 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 Which steals very often the wet. Пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот пёс без хвоста. Пёс – это собака, the dog, без хвоста. Without a tail. Вот пёс без хвоста, который зашиворот треплет кота. This one is really hard to translate. Like, зашиворот, it's like to do like this, to take from this part of the animal. He is like disturbing, he is petting the cats. Так, кота. Кот, который пугает и ловит СИНИЦО. СИНИЦО, которая часто ворует пшеницу. Пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это корова без рога, корова без рога. The cow without... One second. Horns. The corn without horns. Легнувшая старого пса без хвоста. А это корова без рога, легнувшая. The old dog without tail. Пса без хвоста, который зашиворот треплет кота. Кота, который пугает и ловит СИНИЦО. Которая часто ворует пшеницу. Которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Дальше. А это старушка. Седая и строгая. Старушка, like old lady. Седая, with grey hair. Строгая, strict. Старушка, она. Которая, которая доет корову без рогу. Which is taking milk from this cow without horns. Легнувшая старого пса без хвоста. Которая зашиворот треплет кота. Которая пугает и ловит СИНИЦО. Которая часто ворует пшеницу. Которая в темном чулане хранится в доме, который построил Чек. А это ленивый и толстый пастух. So this is the lazy and fat shepherd. Который, потому что пастух он, бронится с коровницей строгою. This is very hard in old Russian. Who is like arguing with коровница. Это старушка. So this lady who was taking the milk. Коровница она, которая доет корову без рогу. Легнувшую старого пса без хвоста. Который зашиворот треплет кота. Который пугает и ловит СИНИЦО. Которая часто ворует пшеницу. Которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Номер шесть. Вот два петуха. Here there are two cocks. Они. Которые. Которые будут того пастуха. So they are waking up this shepherd. Который бронится с коровницей строгою. Которая доет корову без рогу. Легнувшую старого пса без хвоста. Который зашиворот треплет кота. Который пугает и ловит СИНИЦО. Которая часто ворует пшеницу. Которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Это очень интересно, очень трудное стихотворение. Но очень хорошо для фонетики. И последнее задание номер семь. Напишите, кто это люди по профессии. Например, человек, который учит детей в школе. Это учитель. Человек, который работает на заводе, фабрике. Это рабочий. Человек, который руководит фирмой, компанией, заводом. Директор. Человек, который тренирует спортсменов. Это тренер. Человек, который работает в ресторане. Официант. Человек, который продаёт вещи в магазине. Это продавец. Человек, который играет на бирже. Брокер. Брокер. Человек, который ездит на такси. Таксист. Таксист. Человек, который пишет компьютерные программы. Программист. И здесь у нас человек, который пишет стихи. So, the person who is writing poems. Это поэт. Попробую. Let's try to put if we can. Отлично. Поэт. Супер. Здорово. So, your homework will be to write down description of that profession. You can write in the comments. And I and maybe other followers can guess which kind of profession are you describing. Or you can describe your profession too. Например, я человек, который учит студентов русскому языку. А вы? Спасибо большое, что вы смотрели это видео. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.